Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. Это Фокусы от Моряка, и я снова рад приветствовать вас в очередном своем видео. Ну что ж, друзья, пришло время снять вторую часть продолжения обучения игры Покер Техасский Холдем. Покер Техасский это такая обширная тема, и за одно, и даже за два видео всю информацию не выдашь, поэтому будет еще продолжение и третья, может быть даже четвертая часть. Но о чем же я хочу рассказать вам в этой второй части? Во-первых, в комментариях к первой части я вижу, что многие кое-чего недопоняли. То есть недопоняли, как, например, идут торги, недопоняли еще кое-какие вещи. Да, признаю, в первой части я сделал небольшую оплошность, и торги рассказал немножечко неверно. Так можно, в принципе, играть и так, как я рассказал, там такой критичной прям уж ошибки нету, но все же будет правильно так, как я расскажу вам сейчас здесь. Если вы не смотрели первую часть, то обязательно посмотрите первую часть, потому что я там рассказываю о комбинациях, о торгах, и показываю на примере, как играть в эту игру. Сегодня же мы будем погружаться еще более глубже в эту игру, узнавать что-то новое, и сегодня мы будем говорить опять же о торгах, мы будем говорить о кикере, что такое кикер и для чего он служит вообще в игре. Мы будем говорить о блефе, и мы будем говорить о легендарной покерной комбинации, которую многие игроки стараются как можно скорее сбросить. Что это за проклятая комбинация, вы узнаете, досмотрев это видео до конца, поэтому прямо сейчас поставьте лайк морячку за труды, подпишитесь на канал, и обязательно нажмите на колокольчик на уведомления, выберите все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видосах. Ну что ж, друзья, давайте приступим. Прежде чем начнем, хочу сказать, что для рассказа я буду использовать колоду Streamline. Это простенькие, дешевые, классные, в то же время картишки, которые лично я и люблю использовать для игр. Данные карты вы всегда можете прикупить в моем магазинчике карт моряка, ссылочку я оставлю в описании. Там я собрал большое количество классных карточных колод, которыми мы все фокусники и игроки пользуемся. Кроме того, покупая покерные наборы и карты Bicycle Standard, вы получаете бесплатно прикольные подарки, которые есть только у моряка. Итак, ссылка на магазин в описании, обязательно переходите и добавляйте магазин в закладки. Ну и, конечно же, помогайте в раскручивании канала и затаривайтесь у моряка. Ну что же, давайте мы начнем. Во-первых, давайте из колоды мы уберем джокеров, ибо джокеры, хоть я и люблю эти карты лично, да, в классическом покере джокеры играют. Классический покер это тот же самый дропокер, если кто не знал. Вот там джокеры играют, но в техасском холдинге джокеры не играют. Хотя я знаю некоторых ребят, которые используют джокеров при игре в техасский холдинг. Но вообще по официальным правилам джокеры не играют. Давайте, конечно же, тасанем нашу красавицу колодушку, и мы начнем снова с торгов, да, потому что по торгам, я смотрю, многие недопоняли. Итак, колода, как обычно, перетасовывается, подснимается, да, всякими различными методами. Вот так вот там по-всячески мы можем перетасовать, чтобы всякие пройдохи типа зайца не подкинули нужные комбинации себе на руки, да, то есть мы вот так вот все это сейчас выровняем, потасуем, потасуем и подснимем. Итак, для того, чтобы показать торги, я снова призываю на помощь моих извечных оппонентов, да, это, конечно же, почетный работник пенсии, награжденный медалью за скорость черепаха. Вот она снова приперлась со своей пенсией, чтобы попытаться ее приумножить. Полюбившийся многим зрителям наш пройдоха, ушастый шулер, жулик, прохиндей, проходимец, оборванец-заяц, да, он же зайка-попрошайка тоже приперся, где-то бабок рубанул. Ну и, конечно же, наследник, потомственный, наследник богатой династии пингвинчик, которому скучно сидеть в богатых кругах, курить сигары, пить виски, болтать о капиталах и о акциях. Он любит провести время за игрой в пакерок. Ну и, конечно же, ваш покорный слуга Сергей Куликов, он же морячок, тоже пришел со своими кровными, чтобы объяснить вам всю суть этой игры. Итак, друзья, давайте разберемся по торгам. Во-первых, до того, как получить карты, производится ставка, которая называется Анте. Анте – это ставка, которую делает игрок просто для того, чтобы сесть за стол. Давайте условимся так. Зеленая фишка – это у нас 10 баксов. Синяя фишка – это 20 баксов. Красная фишка – 50 баксов. Черная фишка – 100 баксов. Итак, к примеру, Анте – 10 баксов. Поэтому мы, игроки, чтобы сесть за стол, игроки ставят Анте. То есть каждый игрок ставит по 10 долларов просто для того, чтобы сесть за стол и получить карты. Просто для того, чтобы сесть за стол. Ставится эта ставка. Анте – все. Она стоит вот где-нибудь вот здесь, пускай отдельно стоит. Далее. Жеребьевкой определяется дилер. По-хорошему, здесь в покерном наборе должны быть кнопки малого блайнда, большого блайнда и дилера. Но кнопок этих в байсикловском наборе нету, поэтому я, допустим, буду дилер. Соответственно, малый блайнд – черепаха, большой блайнд – это зайц. Если кто-то не помнит про блайнды, посмотрите первую часть. Вкратце. Игроки делятся как бы… Ну, есть игроки, которые играют роль малого и большого блайнда. То есть это те игроки, которые изначально ставят какую-то ставку. Вот смотрите. За столом, как правило, есть минимальная ставка, а есть потолок, есть максимальная ставка. Ну, если, конечно, не играют в безлимитный покер, где там потолка вообще нет, и ставь сколько хочешь. Так вот, например, мы играем с потолком, да, в лимитный. Соответственно, у нас, к примеру, вот я, например, сажусь за стол, да, прежде чем сесть за стол, я там узнаю, какие ставки, минимум, максимум. Мне, к примеру, говорят, что минимум у нас ставка 20 долларов, максимум у нас ставка 100 долларов. То есть я, например, не могу поставить 1000, если даже захочу. Нет, потому что за этим столом лимит. 100 баксов – это потолок. Поэтому я, допустим, подойдя к столу, узнаю, что минимум 20, максимум 100. Окей, я ставлю свое анте, сажусь за стол, ну, либо я там сажусь за стол, ставлю анте, да, все игроки поставили это анте, вот эти вот 10 долларов символичные, да. Но при торгах мы уже кидаем минимум 20, потому что за этим столом минимум 20, максимум 100. Это просто для примера, друзья. Может быть, максимум там и 1000, и минимум 200 долларов. Все может быть. Так вот, малый блайнд, он всегда ставит, это игрок, который сидит слева от дилера. То есть в данном случае я, например, дилер, а слева от меня сидит черепаха. Это игрок, малый блайнд, всегда так. За малым блайндом по часовой стрелке всегда сидит большой блайнд. Это тоже так всегда. Так вот, малый блайнд, он всегда ставит половину минимальной ставки, которая принята за этим столом. Соответственно, минимальная ставка у нас 20, поэтому черепашенцы ставят 10 долларов. То есть 10 долларов она ставит. Заяц, как большой блайнд, обязан ставить минимальную ставку. Он ставит 20 долларов, к примеру, да. Итак, 20 долларов поставил Заяц. Ну, либо можно было там синюю фишечку ему поставить. Ну, пофигу, он поставил 2 зеленых, например. Заяц поставил 20 баксов. Пускай, а то если Заяц вот так лежит. Соответственно, пингвинчик, который следом за Зайцем, он уже не блайнд. Поэтому он уже будет смотреть по обстановке и по своим картам. Поэтому, смотрите, когда карты раздаются, да, то есть я дилер раздаю карты, соответственно, вот я каждому игроку раздаю по 2 карты. То есть, кто не знает, как вся эта процесс раздачи идет, смотрите первую часть, там я все объясняю. Итак, смотрите, карты розданы, да. Соответственно, давайте смотреть, что у кого. Вот черепаха получает, например, Туз 8, да. Туз 8, да. Вот другого цвета был бы Туз, можно было бы сразу упомянуть о той проклятой комбинации. Итак, далее, Зайц у нас получает Дама 9, Пингвинчик у нас получает Валет 8, я получаю Король 6. Итак, смотрите, вот мы сели, вот мы поставили эти Анты, да. Анты стоят. Дилер известен. Соответственно, после дилера Малый Блайнд, он ставит половину минималки, то есть черепаха ставит 10. Зайц, то есть она обязана поставить половину минималки. Зайц обязан поставить минималку, то есть он ставит 20. Далее, Пингвинчик ставит. Если Пингвинчик в игре, он обязан ставить ставку не менее предыдущей, поэтому он должен ставить не менее именно 20. Он может поставить 50, может поставить потолок сразу 100. Соответственно, последующий игрок должен ставить столько же, сколько поставил предыдущий. Вообще, после того, как круг торгов закрывается, когда каждый сделал свою ставку, в итоге каждый игрок должен поставить одинаковое количество денег. То есть все игроки должны поставить одинаковое количество денег. Например, Пингвинчик смотрит, у него валет 8, да. То есть он ставит тоже, например, 20. Он в игре 20 дал. Я, например, Король 6, да. Я тоже в игре 20 дал. Соответственно, черепаха, если в игре, она тоже должна поставить 20. 20, но 10-ку-то она уже поставила. 10-ка-то у нее уже стоит. Поэтому она просто 10-ку докидывает, и получается, что она тоже поставила 20-ку. То есть она свое слово тоже сказала. То есть Пингвин сказал слово, я сказал слово, Черепаха сказала слово. Она могла поставить и больше. Не вопрос. Следующее слово. Вот в первой части я как бы говорю, что карты сразу же вскрываются. Но нет. Слово теперь переходит к большому блайнду. Он по умолчанию сделал ставку. Он сделал ставку, но это была его обязанность, как большого блайнда. Поэтому он имеет право тоже сказать слово. И может быть он хочет поднять, потому что карты-то он посмотрел. Ну, он поставил ставку, посмотрел карты. Может быть у него настолько хорошие карты, что он хочет поднять ставку. Поэтому последнее слово. Зайца, большого блайнда. Вот большой блайнд делает свой выбор. Если большой блайнд хочет поставить еще, пожалуйста, он еще, например, поставит десятку И тогда все мы, если мы хотим играть, тоже должны докинуть по десятке Чтобы у всех было равное количество поставленных денег То есть 30-30-30-30 Если же Заяц, например, не хочет повышать ставку Его все устраивает и он хочет, чтобы открыли следующие карты Он просто говорит чек То есть чек это не тот чек, когда просто я пошел и не поставил при этом деньги Нет, то есть большой блайнд в конце первого раунда говорит чек Это значит то, что он в игре и все Но он не повышает, он просто открывает карты Поэтому дилер сжигает одну карту и открывает три карты следующие Соответственно, мы смотрим на эти карты и тоже начинаем играть Ну, я сейчас не буду анализировать, как бы у кого какие картишки Ну, собственно, у меня вот, например, две пары уже То есть два короля, две десятки У этих, как бы, ребят, ну, как бы ничего, по-моему, не срастается пока что Сильно вникать не будем То есть, опять же, смотрите, когда сыграл первый раунд с блайндами Следующее слово всегда говорит человек, который сидит после дилера Соответственно, черепаха, малый блайнд, во втором раунде ее слово первое Если в первом раунде первое слово было пингвина Потому что эти блайнды уже сделали ставки И говорил пингвин, потому что его очередь была делать ставки То сейчас, когда мы первый раунд сыграли Карты выложили Да, мы говорим, что, точнее, мы не говорим, мы играем второй раунд И, соответственно, первое слово после дилера делает человек Соответственно, малый блайнд, черепаха Она, например, смотрит свои карты и говорит, там, ставлю 20 Соответственно, запустим 20, пингвин 20, я 20 Все, то есть все мы сделали выбор, все мы сказали слово Поэтому, как бы, все мы поставили какое-то количество денег Снова дилер разжигает одну карту и переворачивает следующую Да, то есть у нас вот тройка червовая получается Опять же, слово малого блайнда, да, то есть человека, сидящего после дилера Запомните, вот первый раунд, когда еще карты не выложены Всегда начинается, как бы, с того человека, который сидит за большим блайндом Он говорит первое слово А потом первое слово говорит человек после дилера сидящий Ну, здесь все просто, собственно Итак, выпала третья, четвертую карту мы выложили Снова мы идем торговаться, да, к примеру, черепаха ставит 50 Заяц ставит, например, 50 Пингвин ставит 50 А я, например, беру и ставлю 100 Соответственно, я поставил 100, а эти ребята лишь по 50 Соответственно, чтобы им быть в игре, им надо увеличить ставку до сотки Допустим, черепаха накидывает еще 50 И по итогу она тоже дала 100 Заяц еще 50 накидывает и тоже дал 100 Пингвинчик тоже накидывает 50 и тоже дал 100 Все, соответственно, все мы в итоге поставили по сотке в этом раунде Карта сжигается, открывается следующая карта Вот, посмотрите, две пары как бы уже есть И после того, как открылась карта, снова пошел круг торгов Опять черепаха, например, минималку кинула 20 Заяц, к примеру, 20 Пингвин, к примеру, 20 Я, к примеру, 20 Все, после этого мы вскрылись То есть вскрылись и уже анализируем у кого какие карты на руках То есть вот таким вот образом, друзья, идут торги То есть в первой части я это как бы подробнее объясняю Ну, собственно, сейчас тоже нормально все объяснил Единственное, что там был нюанс Я там, по-моему, не сказал про анты Вот эти первоначальные ставки просто, чтобы сесть за стол Именно с ними играть правильно Некоторые играют без них Это как договориться, ребят Пожалуйста, можете без них играть Но правильно играть вот именно с этим анты И еще, что я там забыл сказать Это слово в первом раунде Слово большого блайнда То есть он не просто вскрыл карты Он еще имеет право сказать свое веское слово И, допустим, повысить Потому что он тоже игрок Он тоже имеет право говорить То есть вот таким вот образом проходят торги, да Ну что ж, про торги мы с вами проговорили Теперь давайте разберемся В следующем таком понятии Которое называется тикер Итак, друзья, прежде чем начну Хочу сказать, что покер это, конечно же, азартная карточная игра А в любой карточной игре себе можно немножечко помочь Либо отследить, чтобы другие себе не помогали Как это сделать, вы можете узнав, изучив мои курсы по шулерству Есть первый курс по шулерству Есть второй курс по шулерству Первого сейчас на диске и у меня нет На диске есть пока что только второй Вот, в данных курсах я рассказываю о приемах карточных шулеров Изучив которые, вы можете либо сами применять их на деле Либо следить, чтобы против вас такие приемчики не применялись Потому что все захваты, движения там, как правило, характерны Итак, мои первые и вторые курсы по шулерству Ссылка будет вот здесь вот в подсказках, посмотрите И, конечно же, в описании к видео я оставлю Ну что ж, друзья, теперь давайте разберемся, что такое кикер Кикер в покере, вот если простым языком объяснять Это карта, которая помогает определить победителя Если у игроков, например, равные комбинации Например, допустим, вот я играю с зайцем Да, давайте не будем сейчас учитывать пингвина, черепаху Итак, вот я играю, например, с зайцем То есть мы вот потасовали картишки там, да, раздали Ну, к примеру, давайте вот выберем так вот Ну, к примеру, у зайца на руках валет 10, да У меня, к примеру, на руках Ну, допустим, у меня валет и 5 Да, вот так вот Валет 10, валет 5 У меня валет 5, у зайца валет 10, да Соответственно, смотрите Например, на борт Борт, кто забыл, это вот эти вот Это вот эта вот линия карт, куда выкладываются карты То есть выкладываем на борт Когда я говорю выложить карты на борт Это значит положить вот сюда Соответственно, перед тем, как выложить первые 3 карты Опять же, просто напомню, если кто забыл Это называется Preflop То есть это как бы ставки до того, как выпадут первые 3 карты Когда составки сделаны и выложены 3 карты, начинается раунд, который называется Флоп. Когда раунд Флоп сыгран, выкладывается 4 карта, которая называется Терн. И после того, как мы проторговали Терн, выкладывается последняя карта, которая называется Ривер. Это последний раунд, по итогам которого смотрится, кто выиграл. Соответственно, карты вскрываются и мы смотрим, кто победил. Итак, смотрите, давайте вот, сейчас я вам покажу на примере, например, с валетиками Итак, друзья, к примеру, у нас на кону сейчас вот такие вот карты Не на кону, а на столе, да? То есть мои карманные карты это валет и пятерка У зайца карманные карты это валет и десятка Соответственно, два валетика у нас здесь лежит на борде И также на борде у нас есть четверка, двойка и туз Вот, смотрите, ну, торги сейчас не будем делать, это не суть важно Смотрите, например, мы вскрылись, да? Мы с зайцем смотрим то, что, ага, у меня сет на валетах, да, троечка, три валетика И у зайки сет на валетах, троечка, три валетика Обычно люди начинают сравнивать, ну, по второй вот этой вот карте, которая вот здесь вот есть, да? Но не факт Так вот, эта вторая карта, как бы, да, они считают, что это карта кикер Нет, она не всегда у вас будет именно на руках Потому что кикер может лежать и здесь Смотрите Вот, запомните Вы получаете изначально на руки, да, вот эти ваши карманные карты В количестве всего двух штук Ну, в техасском холдуме на руки вы получаете две карты всегда Но Играете вы и вскрываетесь Вы так, как будто бы у вас пять карт То есть вы обязаны какие-то три карты задействовать с борда Так вот, смотрите Старшие карты, те карты, которые не входят в какую-то комбинацию Они всегда берутся по умолчанию старшими То есть именно старшие карты входят в эти пять карт Например, смотрите, вот у зайца валет, валет, валет То есть три карты у него уже есть, потому что они составляют комбинацию И дальше его карты старшие Его карта, соответственно, десятка и туз Вот его пять карт Туз десять, валет, валет, валет Не валет, валет десять четыре Не десять два, нет Именно старшие карты всегда учитываются на руках Запомните, если старшие карты Короче, если карты не входят в комбинацию То те карты, которые не входят в комбинацию Они должны браться именно старшие Соответственно, еще раз повторяю Это просто как бы, может быть, я сейчас несколько раз буду повторять Но я хочу, чтобы вы поняли Потому что кикер это такая очень важная штука Иногда неправильно, например, делят банки Потому что неправильно судят по кикерам Вот три карты у зайца Это комбинация, сет, три валета Соответственно, другие карты, которые не входят в комбинацию Старшие берем Соответственно, десять туз Далее У меня также три валета И старшие карты, которые не входят в эту комбинацию Это пять туз Вот если бы, например, было вот так У меня, да? То есть, если бы у меня было валет и четверка на руках То все равно мои старшие карты были бы пять туз Потому что четверка младше, чем пятерка То есть, я бы использовал трех валетов для своей комбинации И по умолчанию старшие карты добивают Ну, как бы, еще две карты Чтобы всего пять карт было Я беру старшие, да? То есть, пятерку и туза я бы взял Но так как у меня пятерка на руках Соответственно, пятерка моя здесь Так вот, смотрите Вот у нас с зайцем три одинаковые карты Да? Валет, валет, валет у него Валет, валет, валет у меня У нас старшая туз Она тоже общая Тоже общая Но следующая старшая карта зайца Это десятка А моя следующая старшая карта Это пятерка И эти младше Что десятки, что пятерки Поэтому мы их вообще не учитываем Так вот, вот эти карты Получаются кикеры То есть, мой кикер это пять Да? А зайцевский кикер это десять Поэтому, так как зайцевский кикер Он старше, да? Десятка Поэтому он и выигрывает в данной комбинации Потому что И наплевать, что у него три валета И у меня три валета Это похеру Мой кикер старше, чем кикер зайца Точнее, младше, чем кикер зайца Поэтому зайц выигрывает И в то же время у нас одна общая карта Одинаковая, например, туз То есть, в этом случае Это тоже наша общая карта Как и вот эти два валета Наш туз, наш старший И остается Эти младшие А эти следующие по старшинству После туза Поэтому Десятка Зайцевский кикер Старше, чем мой кикер пятерка Например, если бы было вот так Да? Если бы было вот так К примеру Соответственно, я бы уже выигрывал Потому что Смотрите, что Три валета Три валета Общие карты Далее Пятерка Это тоже была бы общая карта А вот кикеры У нас были бы У зайца 10 А у меня туз Соответственно Я бы по тузу выиграл Может быть такое Например, что К примеру Давайте вот еще десятку возьмем Десяточку мы возьмем К примеру Например, было бы вот так Да? То есть Здесь у меня У зайца Три валета 10 Здесь Три валета 10 То есть Эти карты у нас полностью идентичны И здесь общие две Соответственно Следующая наша карта Это Старшая пятерка Да? Потому что Эти все младшие Наших Вот этих карт В таком случае Банк делился бы пополам Потому что Общая пятерка Десятки на руках И Мы берем Пять старших карт Помним всегда Поэтому Эти три карты Это у нас входит в комбинацию Эти три карты у нас Входят в комбинацию Десятки Это с нашей старшей карты Но они одинаковые И следующая карта Это у нас пятерочка Тоже наша общая карта Поэтому Получается Что у меня Валет-валет-валет Десять-пять И у него Валет-валет-валет Десять-пять Пять Именно пять Не два Не четыре Именно пять Потому что берется старшая карта Поэтому судя по кикерам Кикер у нас общий Поэтому В данном случае Как бы ничья Да? Так Давайте сейчас Какой-нибудь другой примерчик Разберем Окей Смотрите друзья Такой вот пример Например У нас на борде приходит Десять-десять Пять-четыре-семь На руках у меня Туз-девять У Зайца Например Туз-восемь То есть У нас получается Пара Что у меня Что у Зайца Причем пара общая С борда Так вот Мы помним правило То что Всегда используется Пять старших карт Итак Десятки Они входят в комбинацию Окей Поэтому мы берем Оставшиеся Три карты старшие Три старшие карты В моем случае Это Туз-девять и семь А у Зайца Туз-восемь и семь Эти карты старшие И его и мои Поэтому у нас Получается пара И в данном случае Мы судим по кикеру Мы открываем Наши старшие карты Да И смотрим У нас Тузы Окей Старшие кикеры У нас как бы одинаковые Да Старшие карты Вот эти тузы Одинаковые Семерка У нас общая Потому что Она старшая И ему и мне Но Девятка А у него восьмерка Поэтому Мой кикер Вот эти карты Являются кикерами По которым мы Определяем Кто старше Соответственно Моя комбинация Будет старше То есть девятка Старше чем восьмерка Поэтому я выигрываю Несмотря на то Что и у Зайца Пара И у меня пара Но судят по кикеру То есть по той карте Которая помогает Определить Кто же все таки победил А побеждаю В этом случае я Потому что У меня девять У него восемь Тузы общие Семь общая Соответственно Девять восемь Девятка побеждает Либо вот такой пример Друзья Смотрите На борде Все так же Например Десять Десять Девять четыре Король Да Мои карманные Туз пять Зайцевские карманные Туз валет Итак Мы берем пять карт Помним Мы сравним пять карт Из них две Это составляют комбинацию То есть они входят В комбинацию пара Это и мои карты И карты зайца Пара То есть мы судим По оставшимся Трем старшим картам Мои три старшие Это Туз Девять Король Да У зайца старшие Это Туз Валет И король Итак После вскрытия Мы смотрим Ага Пара у нас общая Начинаем равнять Самые старшие карты Тузы Они у нас совпадают Далее Моя старшая карта Это Следующая Король И у зайца Тоже король Все Окей Они тоже совпали Но Следующая Моя старшая карта Это девятка А у зайца Валет Потому что Всегда берется Пять старших карт Поэтому Соответственно Кикер Валет Старше чем мой Кикер Девятка В данном случае Побеждает зайца Еще раз Если кто-то не понял Пять карт Всегда используется Пять старших карт Две входят в комбинации Вскрылись И сравниваем Оставшиеся старшие Моя старшая Туз Валет Ой Туз Девятка И король И пофигу при этом Что например Девятка и король Лежат например на борде Они не обязательно должны быть Моими карманными Вот Соответственно Туз Девятка Король Здесь Туз Король И валет Ну Валет Старше чем Моя девятка Соответственно Зайцевский кикер Старше чем Кикер Мой Чем девятка Вот такой вот Вот в чем Смысл кикера Потому что Когда вскрывают Начинают сразу Равнять Например Вот вскрыли Например Две десятки И некоторые начинают Ой а у меня Туз валет А у тебя Туз пять Например Значит ты проиграл Потому что у меня валет А у меня пять А вот не обязательно Потому что здесь может Лежать например Король И он может Быть старше Чем твой валет И поэтому Как бы Это будет мой кикер И ты в таком случае Тоже проиграешь То есть Всегда сравнивайте Пять карт Если какие-то карты Входят в комбинацию Соответственно Их отбрасываете Сравниваете Оставшиеся карты Которые не входят В комбинацию Резюмируем Кикер помогает Определить Страшинство комбинаций В тех комбинациях Где задействованы Две карты Три карты И четыре карты Где пять карт Например Стрит Или флэш Там кикер Уже не определяет То есть Там уже смотрим По старшинству Если это стрит То есть У кого Карта выше Заканчивается Если это флэши Равняются То смотрим Какая карта Во флэшах Старшая Если у кого-то Например во флэше Есть туз А у кого-то Во флэше туза нет Соответственно Выиграет там Где туз Итак друзья Что же такое Блеф И как его использовать Блеф это Когда вы Намеренно Грубо говоря Вводите в заблуждение Другого человека Вообще Когда вы начнете Играть в покер Регулярно Потребность в блефе У вас возникнет Сама собой По одной простой причине Потому что Когда вот Например Новички Начинают играть То есть По ним видно Что они Ну например Ставят хорошие ставки Только когда У них реально На руках Хорошая комбинация Например Ему Выпадает там Тройка Или там Каре Или флхаус Или стрит И вот тогда Он начинает действовать А все время Он сидит Там Пас Пас Чек Пас Чек То есть В данном случае Он как бы Это Он Ну В данном случае Он как бы Проигрывает Вот Потому что Все время Пасует Как бы И его легко Считывать Понимаете Таких людей Легко считывать Потому что Они Ну привыкаешь К их образу Игры Скажем так Так вот Блеф Он создан Для того Чтобы Вводить В заблуждение Других соперников Например Вы ставите Хорошие ставки При том Что у вас Например На руках Какая-то херня С которой Я бы вообще Допустим И играть не стал Либо кто-то Ставит Ол-ин Да Вообще Есть такие Ол-инщики Они ставят Например Ол-ин Хотя у них На руках Там вообще Фигня Там Старшая карта Там Ну максимум Там пара Какая-нибудь Сраная И они все равно Там например Идут Ол-ин То есть Они блефуют То есть Они заведомо Психологически Вас начинают давить Большими деньгами Вы боитесь Что А вдруг У него что-то есть Блин Лучше я Пасану Так вот Смотрите Я вам советую Как играть Вот Когда вы будете Играть Потихонечку Когда вы будете Въезжать в эту игру Вы поймете Что вам блефовать Необходимо Просто по той Простой причине Чтобы люди Не могли вас Считывать Потому что Если люди Привыкнут К тому К вашему образу Игры Они будут Вас считывать Всегда То есть Будут знать Когда у вас Сильная карта Когда у вас Слабая карта И соответственно Будут либо Пасовать Либо играть С вами Вот например Приведу пример Я как-то играл И у меня Значит На руках Приходит По-моему У меня был Валет И еще Какая-то фигня И на борде Вот здесь Приходит Валет Валет И десятка Соответственно Я сижу Думаю Окей У меня уже сет У меня три валета Один валет На руках Еще там Какая-то карта И здесь Валет Валет Десять Я думаю Блин У меня тройка А я начинаю Делать ставки Смотрю Эти ребята Повышают ставки Тоже там Мы в пятером Играли То есть Двое остались Играть Остальные Как бы Они слились Спасовали Вот То есть Они повышают ставки Да И потом Я понимаю Что У них По-моему Фулл хаус Нарисовывался Причем Фулл хаус С десятками Да Блин Вот сейчас Точно бы не забыть Но Короче Смысл в том Что у меня Просто сет У меня просто Три валета А у них Именно фулл хаус Тоже У одного там Валета У одного там Десятки Вот И Я начинаю Делать Большие ставки Просто Я понимаю Что Я скорее всего Не выиграю Но Я лишний раз Людям порву шаблон В том Чтобы они Знали Что Я могу сделать Вот так Поставить большие деньги При этом Не имея ничего То есть Вы Рвете шаблон Игроку Понимаете Вы Как бы Заставляете его В следующий раз Думать Он не будет знать Правда ли у вас Что-то есть Вот Это самое ништяк Когда они не знают Когда что у вас На самом деле Поэтому я вам советую Допустим Хрен с ним Вы проиграете Какую-то часть денег Но вы порвете Вот этот вот шаблон Потому что Когда вы будете Замечать Что вас читают Это будет Как-то вам Не по нутру Ну Будет стрёмно Будет хотеться Играть поинтереснее А как интереснее Играть Если блин Они на вас смотрят И вы для них Как открытая книга По всем вашим движениям По всем вашим пасам Там Или ставкам А здесь вы просто Рвете шаблон Так вот В чем был прикол То есть У этих ребят Был фулл хаус Вот у того Кто со мной играл Слева сидел И справа У того кто сидел И тот кто за ним сидел У него тоже был фулл хаус У меня была просто тройка Но я ставлю Там Мы играли в безлимитку Поэтому я там ставил Пятьсот Там Потом Тысячу Когда я поставил тысячу Например Они уже начали задумываться Чипа Блин А что за херня То есть Они прикидывают По этим картам И понимают Что у меня может быть Тоже там Старший фулл хаус Поэтому Вот этот с фулл хаусом Который вот здесь сидел Он пасанул Он пасанул Хотя он мог Обыграть меня Очень легко Но он побоялся Больших денег Потому что Большие деньги Как правило Ставятся с большими Став С большими Серьезными Сильными комбинациями Но здесь я Ставлю Сильные Так сказать Большие деньги С какой-то там Сраной тройкой В то время Как у него фулл хаус Но вот тот следующий Который за ним сидел У него тоже был фулл хаус Он тоже много поставил Но он пошел до конца Решил проверить Скажем так Что у меня там На самом деле И слава богу Что он проверил На самом деле Хорошо что он проверил Потому что когда вскрылось И оказалось Что у меня просто тройка А этот с фулл хаусом Пасанул Они там потом Круги вокруг стола Наворачивал Типа блин Да как я пасанул Да я охренел Да вообще Да как ты мог Такие деньги ставить У тебя же просто тройка Вот самый смак Вы рвете шаблон В его голове В следующий раз Он уже не будет вас читать Он не будет знать Как вы поступите Потому что вы можете Поступить и так И так Вот в чем смысл блефа Поэтому Блефовать всегда Учитесь Сыграйте несколько раз Например Когда у вас Хорошие карты Да И ну К примеру Вы там Делаете какие-нибудь Маленькие ставочки Не пасуете С хорошими картами Не пасуете Маленькие ставочки Делаете там Да играете Просто в конце Когда вскроете карты Как я напоминаю В покере Вы в конце можете Например Если проиграли Вы не обязательно Вскрываете свои карты Или например Если все пасанули Вы один остались Вы тоже не обязаны Карты открывать И показывать Что у вас есть Вы можете просто Их закрытую забрать И забрать бабки Вот Поэтому Если у вас сильные Откройте несколько раз Эти карты Пусть все посмотрят Например Что вы играли скромно Имея например Довольно таки Сильные карты И несколько раз Обязательно сыграйте Так сказать Ну не прям Не волын идите Не по крупному Да Ну такие какие-нибудь Жирные хорошие деньги Прям поставьте Имея при этом Какие-нибудь Хреновенькие карты Это нужно для того Чтобы просто Порвать шаблон Вот этим игрокам Есть конечно Очень прошаренные Люди в блефе Да То есть они считывают Там И у кого как лицо Дернулось И как он там Блин пальцами Начинает шевелить Там или еще что-нибудь Это вот мы когда Помню в мафию Играли тоже Там по некоторым признакам Некоторых людей Уже вычисляли То есть Как себя кто ведет Когда он мафия Например То же самое В покере То есть Если сильная комбинация Там у кого-то Он начинает Там как-то В себя по-другому Вести А другой человек Например Наоборот Он там становится Более зажатым Старается Старается ровно Дышать Но при этом Его все равно Можно считать Или ставки Делает неуверенно Или например Делает чек Чек Потом например Бах И сразу жирную Поставил ставку То есть Это блеф Он придет Со временем Сам Здесь нет Как бы таких Каких-то универсальных Прям правил Чтобы вам научиться Поэтому просто Пробуйте Пробуйте путать Людей Пробуйте путать Людей И в то же время Сами считывайте Людей Просто запоминайте Что-то Как кто играет Это чувствуется За столом Это чувствуется Это даже Вот в онлайн Покере Иногда чувствуется Когда кто-то Неуверенно Делает ставки А кто-то Например Уверенно Блефует Это даже В онлайне Иногда чувствуется По Скажем так По ставкам Игроков В одном круге Он там Например ставил Жирные деньги А потом В следующем раунде Баха Он уже Какую-то херню Начинает ставить Или вообще Идет в чек Ну Соответственно Начинаешь понимать Что он Скорее всего Просто в первом раунде Блефовал Но потом Начинается Следующий вопрос А может быть Он и сейчас Блефует Рисуя То что у него Слабые карты И делая чек То есть Здесь вот такая Игра Запутанная Вот Это блеф Это как бы Игра в игре Вы играете Вот здесь Вот все эти Ставки и карты А блеф Это тоже такая Игра Которая Ну короче Она очень интересная То есть Когда вы будете Регулярно в эту игру Играть Вы поймете Что я имею ввиду Поэтому мой Вам самый главный Совет в блефе Несколько раз Порвите шаблон Особенно с теми людьми С которыми вы часто играете Чтобы они знали Что вы Что вы Непредсказуем Вы можете поставить На какие-нибудь Фиговенькие карты Большие деньги И можете С классными картами Сыграть там В каким-то В легенькую Да И почти ничего не выиграть Вот вам мой совет Обязательно Рвите шаблон Это будет блефом Вашим Ну а теперь Друзья Давайте перейдем К легендарной Покерной комбинации Которую многие Игроки не любят И не без причин Хочу сказать Речь идет О так называемой Руке мертвеца Есть такая комбинация В покере Которая называется Рука мертвеца Давайте немножечко Просто я вам расскажу О происхождении Данной комбинации И данной вообще Легенды Итак 2 августа 1876 год Эти события Произошли Именно в этот день Жил такой человек На диком западе В городке Дэдвуд Которого звали Дикий Билл Хэнкок Ну звали его Вильям Хикок Да Ну кликуха у него была Дикий Билл То есть полностью Вильям Дикий Билл Хикок Так вот В один день Вот именно 2 августа 1876 года Он сидел Как обычно В одном из салунов И играл В классический покер Который сейчас называют Дро-покер Обычно Дикий Билл Садился как бы Спиной к стене Так как боялся Что Кто-то зайдет в салун Выхватит револьвер И мог же его прикончить Ну сами понимаете Какая раньше была жизнь Вот Но в тот день Место у стены Было занято И оставался Лишь один стульчик Который был Именно Спиной К входу Дикий Билл Дикий Билл Несколько раз Попросил человека Сидящего у стены Поменяться с ним Местами Но тот человек Отказался После чего Делать нечего В покер Охота было Поиграть И Дикий Билл Присел Именно на тот Стульчик Который был Свободен Именно спиной К входу Через несколько часов В заведение Зашел человек Под именем Джек Маккол У него в руке Был револьвер 45-го калибра И он со спины Напал на Дикого Билла И сделал ему Два выстрела В голову Со спины Как бы до сих пор Неизвестна причина Почему Этот человек Джек Маккол Поступил именно так Почему он убил Дикого Билла Но говорят У них там были Какие-то терки И Джек Держал на Дикого Билла Зуб Так вот В тот самый момент Когда Дикого Билла Замочили У него на руках Была комбинация Комбинация Это была Как раз из Двух Черных восьмерок И два Черных туза Какая пятая карта была Было неизвестно Кто-то говорит Что это был валет Кто-то говорит Что это была дама Но все Многие сходятся в том Что это была карта Именно Бубновой масти Но доподлинно Неизвестно Сколько именно Какая именно Карта это была Но факт в том Что две черные восьмерки И два черных туза Были на руках У Дикого Билла Так вот Именно с этими картами В руках И замочили Дикого Билла С тех пор Данная комбинация Стала называться Рука мертвеца По неофициальным Покерным По неофициальной статистике Американской ассоциации Покера С 1991 по 2001 год 18 человек Погибли После того Как выиграли Крупные суммы денег Именно Имея на руках Комбинацию Рука мертвеца Все Они Выиграли деньги И на следующий день Деньги были У них украдены А они все Были убиты Выстрелом Именно в спину Все 18 человек Я не знаю Правда это или нет Данную информацию Проверить Довольно таки сложно Это надо копаться На каких нибудь Там западных Американских Форумах Все это узнавать Но факт в том Что есть такая легенда Что игроки в покер Не любят данную комбинацию И стараются ее Как можно быстрее сбросить Даже если она Сулит выигрыш Считается что С рукой мертвеца Нельзя выиграть Больше 18 раз Подряд В техасском холдоме Когда к вам на руки Приходит Как у вас Карманные карты Всего лишь две Да То есть Если вам на руки Пришел черный туз Черная 8 Считается что У вас уже Рука мертвеца Ну а Полностью Рука мертвеца Выглядит вот так То есть Две черные восьмерки Два черных туза То есть Вот такая вот Легенда Друзья О руке мертвеца Вы можете сами В интернете Еще почитать Посмотреть Я на своем сайте Скоро опубликую статью Постараюсь Опубликовать статью На эту тему Можете почитать там Ссылку я прикреплю В описании К этому видео Потом Так что Вот такая вот Легенда Хотите верьте Как говорится Хотите нет Но То что это было Правдой Да То что Дикого Билла Грохнули Именно вот С этими картами В руках Это правда Но то что Потом другие Игроки погибали Именно после того Как их После того Как они с рукой Мертвеца Выиграли крупные Суммы денег Это уже Конечно же Проверить сложно Я уверен Что многих Мочили С крупной суммой И без руки Мертвеца Вот